Ну что, друзья, мы прилетели в Шарм-эль-Шейх. Я вам хочу показать самый молодой флот украинских авиакомпаний. Это авиакомпания SkyUp. Очень классные самолеты. Давайте посмотрим, какой здесь шаг сидения, какие здесь кресла. Они очень-очень хорошие. Знаете, как красиво. Большие емкости для багажа. Сами сидения тонкие, что позволяет больше места сделать для ног. Уложенные хорошие кресла. У авиакомпании самый молодой флот в Украине. Есть самолеты, которым по три года. Есть по пять. Самые старшие, это десять лет. Могу ошибаться, но на начало января, февраля 2019 года картинка такая. Цены достаточно приятные. За три евро можно перекусить, выпить чай. Нас подвезли на автобусе ко входу. Нужно подняться на второй этаж. Для тех, кто не успел сходить в туалет, есть туалет. Сразу же при входе. Сразу же, когда вы прилетите, вам нужно будет взять миграционную карточку на стойку вашего оператора. И заполнить. Для этого вам нужна ручка. Такая огромная очередь для всех, кто прилетел. После чего можно пройти на паспортный контроль. Уже с заполненными миграционными картами. Так выглядят карты. Образец заполнения я вам скину в комментарии. С обратной стороны нужно написать «Sinai only», тогда виза будет бесплатная. Кстати, вот эти карточки мы уже выдаем у нас в турагентство. После паспортного контроля нужно забрать багаж на таких стойках. На каждой стойке написан рейс, в которого будет выгружаться багаж. Будет и «Киев Гуляны», «Скайф Артель» для компании и «Инг Ройс». После того, как вы заберете багаж, нужно будет пройти к выходу. Там будет небольшая тоже проверка багажа. Вот туда идем. И также есть туалет. Вот зелененькие штучки светятся. При выходе с самого аэропорта можно будет купить сим-карту. Я вам немножко позже покажу, где это место и расскажу нюансы покупок. Под выход с аэропорта, дюти-фри. И сразу здесь можно купить сим-карты. Эти-салат, оранж. 10 долларов, 10 гигабайт. Сзади меня продаются сим-карточки. Я рекомендую обратить внимание на следующие моменты. Лучше брать в «Оранже», поскольку они сразу подключают интернет. «Водофон» говорит, что он подключится через 30 минут. «Оранж» предлагает карточку за 10 долларов 20 гигабайт, но по факту это будет 10 гигабайт. Есть нюансы определенные. Заранее лучше скачать приложение «Оранж Египет», в котором вы сможете отследить, сколько у вас мегабайт, плюс вам еще начислится 1 гигабайт бесплатно интернета. В среднем карточку можно купить от 5 до 10 долларов, можно купить и больше гигабайт, соответственно, это будет стоить дороже. Но эти-салат никогда нет очереди. «Водофон» и «Оранж» – это самые популярные две компании. Мы находимся в отеле «Совой». Сейчас я вам хочу показать номер, в котором мы будем жить. Есть определенные моменты. Рядом возле нас идет стройка соседнего отеля. Об этом я вам расскажу немножко позже. Ну, а пока давайте посмотрим, что будет внутри номера, какие здесь классные террасы, что есть, чего нет. Об этом сейчас я все вам расскажу. К нашему номеру ведет вот такая красивая дорожка. Здесь два этажа. А, есть даже третий. И что мне очень нравится, то, что вход идет со стороны террасы, со стороны балкона. Других входов в наш номер нет. Ну, по сути, мы заходим через балкон. Что мне не нравится, то, что рядом строится отель. И постоянно что-то долбят. Долбят все время. В номер заходишь, дверь закрываешь. Ничего не мешает. Но идет какая-то долбежка постоянная. Я думаю, что в ближайшее время, кто будет ехать, на это нужно обратить внимание. Либо брать другие номера, либо вообще не ехать. Долбят, ну, наверное, и вечером, и утром. Ну, в номере не слышно. Я думаю, вы сейчас этот звук должны услышать. Давайте я сразу покажу, где находится наш номер. Смотрите, вот в точечке отмечен наш номер. Вот это море. У нас второй корпус. Перед нами есть еще первый. Вот здесь бассейны с подогревом, кстати. Здесь основной ресторан. И вот здесь же ресепшн. Корпусов, как вы видите, еще больше. То есть можно жить дальше к морю. Там звука точно слышно не будет. Четвертый, пятый, шестой, седьмой корпуса. Это идут самые простые номера. Ну, и вот улица Соха. Смотрите, какая шикарная терраса. Она очень большая. Тут есть большая компания, и классно собираться вечерами. Так, вот такая карточка нужна для того, чтобы зайти в номер. Их у нас две. И на каждого карточка для того, чтобы взять полотенце. Номер очень просторный. У нас было две раздельные кровати. Мы попросили их сдвинуть и застелить одним покрывалом. Что тоже, в принципе, очень хорошо и удобно. Получается трехместная кровать. Так, смотрите, здесь можно выйти на террасу. Да, эта дверь открывается. Есть вот такие ниши для вещей. Их здесь очень много. Поэтому вещи будет куда складывать. Наш номер можно законнектить с соседним. Есть дверь. Естественно, она закрытая. Но если вы взяли два номера вместе, то вы можете их законнектить и ходить друг к другу в гости. Это удобно, когда едет большая семья. На второй день после вашего поселения будет наполняться мини-бар. Вот нам принесли еще такие фрукты. Телевизор, плазма хорошая. Тоже все работает, все хорошо. Это для багажа специально такая стойка. Так, ну что здесь еще вам показать? В принципе, рядышком есть включатели. Все удобно, все хорошо. Но здесь вопросов не будет. Так, ну и общее впечатление про номер. Возможно, так визуально кажется очень хорошим. Но действительно номера староватые, требуют ремонта. Где-то есть какие-то пятна. Дверь у нас, например, не очень хорошо работает. Она вообще, в принципе, не закрывается. Если посмотреть, она даже немножко уже отваливается. Надеюсь, во время нашего отдыха все будет окей. Потому что ей пока есть на чем держаться. Так, ванная комната очень просторная. Ну, это то, что справа, это наши вещи. Я на этом не буду акцентировать внимание. Есть гель-шампунь. Все необходимое. Ну, это шапочка какая-то будет для душа. Здесь, наверное, расческа. Да, это расческа. Так. Душ и ванная. Все в одном месте. Душ у нас тоже плохо работает. Он как попало, там что-то скручено. Как попало, течет. Но мы, люди, не особо привередливы, поэтому менять мы ничего не будем. Есть туалет. Кстати, халаток. Кто любит халаты, походить, попантоваться, халаток по отелю, пожалуйста. Они здесь присутствуют. И есть вот такая штучка. Не буду рассказывать, для чего ее применяют. Хотя у каждого разное применение этой штуки. Итак, наш мини-бар. Поскольку у меня заполнен холодильник, мне поставили все так сверху. Он будет заполняться один раз по приезду. Кстати, мы приехали на типе питания И-класс. Я вам потом про него более детально расскажу. Ну, ниша для вещей. И вот касательно питания. Здесь есть три типа питания. Обязательно нужно на это обратить внимание. Я немножко подробнее об этом буду рассказывать дальше. Халат. Были еще тапочки, но мы уже их используем. Так. Ну что, здесь чайник, да, чайный набор, водичка, чай. Все есть, все окей. Ага, давайте покажу вам еще и сейф. У нас он очень большой. Так, можно, в принципе, почти поместился ноутбук. У меня 15 диагональ. То есть, ну, поменьше, может, какой-то комплекции точно поместится. Ну и холодильник. В принципе, все. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте, пишите все в комментарии. Кстати, вот хотел рассказать. Я беру с собой вот такой девайс. Стоит там что-то 400 гривен. Гривен. Вот так правильно. Меня уже там исправляли. А никак не могу заполнить. И мы еще берем с собой вот такой раптор. Да, вставляем его. Потому что вечером есть комары. И желательно такую штуку брать с собой. Они у них какие-то особенные. Кусаются. И ничего не слышно. И не видно. Ну и плазмочка. Так, друзья. Это наш номер. Еще раз вам его покажу. Издалека весь. Чтобы вы поняли, насколько он большой. Насколько я понял, нас поселили в семейный номер. Хотя мы бронировали стандарт. Вот предложили такой вариант. Мы доплатили 50 долларов. Нам дали этот номер. И разрешили покушать. Хотя официально мы заселяемся в 2 часа. А выселяемся в 12. Нам разрешили и покушать. И заселили нас в 9 часов утра. Что, ребят. До встречи в нашем следующем обзоре. Я вам постараюсь показать дальше и территорию отеля. Рассказать про все нюансы. И рассказать по питанию. Кстати, идет небольшой дождь. Сегодня он периодически то есть, то нет. Но при этом погода очень классная. Что, ребят. До встречи.